всем привет сегодня 24 сентября 2023 год и мне есть что вам показать есть что рассказать в сегодняшнем видео мы поговорим о таком чудесном растении как финистрария я уже ранее ее показывала ознакомила вас с ней на своем канале будет у меня отдельный плейлист поэтому кому интересно посмотреть какая была у меня финистрария когда я ее купила сравнить ее то пожалуйста заходите в плейлист под названием финистрария полгода она у меня уже в моих заботливых руках находится мы с ней подружились правда она меня еще не считает своей лучшей подругой почему потому что еще ни разу она меня не радовала своим светением к сожалению но в принципе допускается что финистрария еще может засвести и в конце осени в начале зимой поэтому посмотрим у меня еще есть надежда что она таки меня запишет в ряды своих лучших подруг каким образом хочу построить сегодняшнее видео я нашла в интернете статью которая мне вот больше всего понравилось и я ее буду зачитывать комментировать рассказывать и как у меня все происходит с чем я согласна с чем я не согласна и также хочу устроить такой дружеский баттл с своей подругой по ютюбу с эльвирой эльвира привет ты не понимаешь о чем речь я чуть позже объясню эльвира просто тоже недавно сравнительно приобрела финистрария и у нее немножко другой подход немножко другой уход вот и очень интересно будет мне сравнить конечно разных два содержания я думаю вам тоже будет интересно посмотреть вот и и как бы чуть позже я расскажу в чем будет заключаться наш дружеский баттл а сейчас я предлагаю приступить к статье значит я читаю и комментирую жизненная форма суккулент семейство аризоновые происхождение и распространение южная африка намибия существует только один вид финистрария булаволисная и она может свести или желтым цветочком или же белым цветочком легкость выращивания пишут достаточно сложно приспосабливается комнатным условиям вот как раз эльвира и содержит финистрарию в комнатных условиях а я содержу в условиях на улице она у меня на улице растет конечно зимой я ее планирую занести в квартиру поскольку температура будет достаточно низкая для ее показаний вот поэтому я ее занесу в размер и внешний вид очень маленькое растение листья до 2 5 сантиметров в длину вот листья имеется ввиду вот это вот трубочка вот это вот трубочка 25 сантиметров часто вы мне пишите говорите что у меня очень длинные трубочки что делать ну вы сначала померите свои трубочки возможно они и по пределах норм то что так вот смотреть то кажется что они такие уж они длинные эти трубочки а вот если вот под таким ракурсом посмотрите но не такие они уж и коротенькие эти трубочки поэтому померяйте если конечно больше пяти сантиметров такое бывает есть тому причины я о них чуть позже расскажу бывает даже такое что трубочки вот не как солдатики стоят а заваливаются они такие вот вяленькие об этом я тоже расскажу почему так происходит чуть позже только значит 25 сантиметров в длину природе листья финистрарий практически полностью скрыты в грунте а над поверхностью выступают лишь прозрачные окошки финистры финистры это вот эти вот такие я их называю металлопластиковые окна видите ободочек белый и внутри вот такая вот желеечка вот это вот и есть финистры то есть дикой природе вот такая вот картина видны только такие вот финистры а вот это вся по полностью трубочка спрятана в грунт и вот таким способом финистрария спасается от жары от жары и в общем чтобы не умереть не погибнуть при экстремально высоких температурах дальше так выступают лишь прозрачные окошки финистры на верхушке листа в результате обеспечивается протекание процессов фотосинтеза ну то есть через вот эти вот финистры окошки проходит солнечный лучик интенсивность роста невысокая однако растение достаточно быстро разрастается в виде колонии вот согласна можно сравнить опять же посмотрите видео знакомство с финистрари в каком состоянии она приехала она была красивенькая такая же пышненькая была но вот за полгода она конечно разрослась очень сильно прям колония колония практически уже колония не помещается в горшок но есть конечно еще немножко место но разрастается отлично да при хорошем содержании разрастается согласна с этим дальше продолжительность жизни пишут многолетние растения это очень конечно радует супер что это многолетние растения температура оптимальная пониженная температура выращивания плюс 12 плюс 15 градусов цельсия и зимой и летом у меня летом температура была и плюс 40 в принципе ок она справилась такой высокой температурой и ничего с ней плохого слава богу не произошло в летний период приспосабливается комнатной температуре в то же время зимой для растений необходимо пониженная температура при этом очень опасно при охлаждении температура не должна опускаться ниже плюс десяти градусов ну вот да не как литопсы литопсы наоборот любят вот эти вот скачки когда-то жарко потом холодно а в фенестралии видите не любят эти скачки хотя опять же странно в африке то как раз эти скачки и происходят возможно из-за того что она не из африки прям приехала а из теплицы и искусственно выведена возможно из-за этого не знаю но вот очень интересно насколько правдива эта информация по поводу вот этих колебаний и по поводу вот этой вот минимальная температура не должна опускаться плюс 10 градусов да в африке там намного ниже температура может опускаться наш как-то там выживает живет не знаю в общем вот это интересно очень если у кого-то фенестралия содержится при более низких температурах ниже плюс десяти пожалуйста напишите мне свою минимальную низкую температуру по поводу того что может замерзнуть и цветок ну да да наверное да потому что нежный он очень нежный конечно и так вот визуально конечно он не такой каменистый кажется как даже тот же литопс вот и по поводу не любит сквозняков ну мне кажется что все растения не любят сквозняки поэтому тоже согласна влажность фенестралия предпочитает сухой воздух влажность 40 50 градусов ой 50 процентов у меня бывает такое что влажность может быть и 60 70 процентов поэтому с такой влажностью тоже справляется пишут здесь что наоборот в условиях влажного воздуха у растения истончается и трескается кожа листьев да может трескаться но я не знаю это трескалась из-за того что я перелила или все-таки из-за влажности но больше склонна думать что все-таки из-за того что я перелила был у меня такая погрешность когда перелила и не рекомендуют конечно чтобы попадала вода на листья и естественно и и опрыскивать не надо был у меня грешок я ее решила опрыснуть думаю ну что один раз ничего не случится хотела я сделать такую профилактику от паутиного клеща опрыснуть водичкой и также хотела убрать и пыль с трубочек опять же при помощи пульверизатора я обычно конечно протираю кисточкой от пыли от загрязнения тут думаю блин два в одном будет и от клеща и от пыли но что произошло у меня капельки попали вот в розеточку я решила ее не убирать эту капельку думаю ну не буду туда лазить потому что очень нежное растение боялась повредить вот эти вот нежнейшие трубочки и оставила на ночь эти капельки внутри думаю ну высохнет она же на открытом воздухе там ну все будет хорошо но при этом я думаю буду все равно наблюдать обязательно утром пойду посмотрю что же там как буду под контролем держать потому что же знала нельзя опрыскивать ну и раз уже там опрыскивала надо хотя бы держать под контролем под своим на утро прихожу смотрю заглядываю а листочек один один уже листочек на ближе к основанию начал гнить прям за один вот такой вот прием не нужно этой влаги опрыскивание до листочек начал гнить я его быстренько удалила чтобы гниль не распространилась на здоровые соседние листочки вот и в принципе у вас ну ничего плохого не было как будто поскольку очень все оперативно я сделала сработалась визуально ничего больше не было как будто и ничего и не произошло слава богу так поэтому да не опрыскивайте даже вот разовое опрыскивание может сыграть злую шутку освещение для растения необходимо очень яркое освещение да правда южных юго-восточных и юго-западных окон однако при избытке солнца листья могут краснеть поэтому днем растения следует слегка притенять у меня она притяненная но тем не менее тоже немножко но не покраснела я называю такое загар коричнево-сиреневым вот по бокам сейчас посмотрим вот здесь немножко видно вот такой легкий вот здесь вот легкий такой конечно есть загар красивый ну да при при ракурсе при определенном этот загар просматривается с этим я конечно согласна но я об этом не знала для меня это такое прям находка интересная информация потому что не думала что финистрали оказывается у нас может загорать смотрим дальше наиболее важно досвечивать растение в зимний период с помощью фитоламп ну слава богу у меня круглый год с освещением все в порядке солнце есть поэтому не надо мне эти фитолампы для того для тех у кого хуже ситуация то надо видеть и рекомендуют досвечивать досвечивать эти растения потому что солнышко любят они почва требуется очень легкий субстрат для суккулентов например на две части песка вносит лишь одну часть перегноя можно добавить перлит я перлит никогда не добавляю добавляю обычную землю для суккулентов также можно использовать смесь из равных долей листовой земли и песка самое важное чтобы основание листьев находились над поверхностью субстрата вот с этим абсолютно согласна и вот в этом будет заключаться наш баттл с эльвирой сейчас вернусь к этому желательно на поверхность насыпать слой мелких камешков или гальки на толщину около двух сантиметров требуется очень хороший дренаж так как магазинный субстрат чаще всего основан на торфе необходимо пересадить приобретенное растение полностью освободив его корни от старого субстрата земля при этом должна быть сухой немного подсушить корни и посадить растение в новый субстрат согласна я так и делаю не заглубляя ни в коем случае основание листьев после пересадки растений нельзя поливать как минимум неделю почему потому что если какие-то произошли повреждения то чтобы вот в эти микротрещины не попала вода и не было загнивания или просто не попала какая-то инфекция поэтому не рекомендуют поливать увлажнять грудь начинают лишь весной с началом периода вегетации в апреле вот это что касательно почвы значит в чем же заключается баттл эльвира по своим источникам у нее свое видение решила все таки пересадить свою фенестралью я так понимаю была посажена вот фенестралия как у меня то есть вот эти вот на поверхности были розеточки она решила углубить внутрь почвы вот так же у нее не я так понимаю заваливались трубочки и она решила углубить почему она так сделала она рассказывает у себя на канале я так не делаю я вот именно высаживаю видите трубочки находятся на воздухе вот грубо говоря там уже даже начинается корень и корень у меня сначала проходит через минералку а потом уже там где-то начинается у меня уже вот этот вот субстрат почему я так делаю потому что я боюсь чтобы растение не загнило поэтому для меня очень важно чтобы вот эти розеточки вот это вот ножичка видите еще раз показываю чтобы это все дышало было на воздухе у меня они не заваливаются при этом почему заваливается чуть позже расскажу почему могут заваливаться листочки но опять же возможно эльвира что-то знает того чего не знаю я того чего не знаете вы и вот она не просто так это сделала поэтому будем смотреть и наблюдать как у нее будет фенестралия при этом себя чувствовать очень интересно я надеюсь у нее все будет прекрасно и ее метод тоже будет эффективный дальше рассматриваем полив полив очень редкий летом с апреля по ноябрь примерно один раз в неделю при этом вода не должна попадать на листья особенно на фенестры поливать лучше всего по краю грышка или из поддона я как раз и и поливая по краю опять же чтобы не попала туда вода потому что даже да несмотря на то что вроде бы камни и влага быстро может уходить но все равно камень не держится дину он держит держит эту влагу и может развиться процесс гниения поэтому еще раз говорю максимально на улице они у меня вот находятся вот эта часть на улице свежим воздухом дышит вот это вот основание кустика так вот интересно сейчас уже эльвира давно достаточно пересадила интересно как ее фенестралия себя чувствует при глубокой посадке хотя опять же да в дикой природе пишут что они погружаются полностью вовнутрь туда глубоко зарываются и выглядывать только фенестры но мне так кажется что она зарывается период когда засуха когда вообще нету осадка то есть она там себе зарылась и гниение никакого не может произойти потому что дождей нету потом возможно она как-то чувствует трубочки начинают возможно начинать там я не знаю влажность как-то по и подниматься и в трубочки выходят опять на поверхность и тогда уже начинаются дожди трубочки уже успели к тому времени полностью выйти из земли пойдет дождик и как бы все просохнет будет все хорошо и прекрасно но опять же дождь же падает попадает же туда вовнутрь в общем ну как-то как-то так не знаю не не до конца понятно но рисковать в общем я с этой влага я говорю своим на своем опыте с этим опрыскиванием уже нам не показала что не нужна и внутри там эта влага дальше значит полив лучше всего по краю горшка или из поддона проводить я из поддона не провожу потому что у меня не тот формат горшка боюсь горшок испортить поэтому вот просто сверху по краю поддона по краю горшка поливаю у кого пластиковый горшок ну да допустимо пожалуйста кто хочет снизу поливайте поздней осенью полив прекращают зимой и в начале весны не поливают вовсе нормальным считается если зимой от недостатка влаги листья немного сморщиваются лишь в том случае если они сморщатся очень сильно допускается слегка увлажнить субстрат примерно чайной ложкой воды но почему вот с этим я согласна почему все таки не вот именно такое вот маленькое количество воды чайная ложка потому что растение зимой находится в состоянии покоя он там типа спит отдыхает и если будем много давать воды растение не справится корень то тоже отдыхает он не справится с этим количеством влаги и просто начнет загнивать и растение пропадет поэтому вот чисто так смочить слегка вот водой корни сквозь сон легкий этот сон это вот небольшое количество воды порцию фенестрария сможет принять и как раз вот для жизненного цикла и этого количества хватит она попьет немножко и и станет лучше но опять же это если сильно она сморщится в этот период если нет то и не трогайте ей будет прекрасно когда ее никто трогать не будет это не как литопс у них процесса линьки нету фенестрария не линяет они вот круглый год радуют такими красивыми трубочками по поводу полива что я еще хочу сказать по поводу того что могут трубочки трескаться действительно могут из-за перелива трескаться я у меня была такая вот неосторожность перелила и трубочки треснули сейчас покажу вот видно вот такой вот до сих пор видите прям на туда вот ближе к основании она лопнула не знаю со временем ее нужно будет удалить или она будет такая просто некрасивая но пока она в таком состоянии я лишний раз ничего не отрываю отрываю только если там уже погиб ну от старости отсушила полностью сушила фенестрария трубочку тогда я аккуратненько выдергиваю вот эту вот трубочку когда она вот и уже легко отходит главное вот если вы чувствуете что тянете она еще не отходит этот листочек то ждите значит еще вот не до конца но отсушила листочек и не трогайте пускай досушивает дайте время потому что опять же это какая-то микро микро ранка может привести к гибели растения так поехали дальше с вами удобрять пишут один раз в месяц период вегетации специальным удобрением для суккулентов в половине дозе я не удобряю потому что приехала в фенестрарии у меня специальном субстрате в новом даже с добавлением гранулы как это называется желтенькие гранулы осмокот по моему вот поэтому я вот перевалила добавила свой грунт и у меня там какое-то удобрение еще есть размножение фенестрария легко размножается семенами размножается размножается вот делением вот таких вот кустиков то есть вот это вот все растение это все состоит из многих многих кустиков там по три по четыре по пять листочков и вот такая вот у нас шапочка такая самая настоящая колония у нас колония фенестрарии маленьких поэтому вот выбирайте такой вот пучочек такой вот кустик там хотя бы там четыре листочка чтобы было вот и минимум четыре и отсаживайте в отдельный горшочек или же еще интересным способом размножается отрываете самую такую крупненькую крупненький листочек отрезаете не отрываете отрезаете присыпаете например углем вот и высаживаете в песок пишут рекомендуют в песок высаживать на укоренение я так понимаю по принципу как фиалки раз размножаются до листочками таким образом и фенестрария вот размножается дальше цветение цветет летом и осенью иногда середины осени или зимы до ранней весны крупными до семи сантиметров белыми или золотистыми цветками продолжительность жизни цветка около одной недели бутон похож на высунутый язык поросенка поэтому его называют иногда свиным рылом вот так вот свиное рыло оказывается так пересадка и особенности ухода но пишут что раз в два-три года пересаживают так 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 летом растение можно выносить на балкон или террасу однако его необходимо обязательно защищать от дождя ну это то что я говорила трудности на фенестрария могут поселиться следующие вредители паутины клещ трипсы мучнистый червец при недостатке освещения растение не будет очень ослаблено но будет реже свисти а листья сильно вытянутся растение может страдать от грибковых заболеваний при избыточном увлажнении и попадании воды на основании листьев они часто загнивают вот то что я говорила в условиях высокой влажности воздуха либо и если поливать растение зимой листья трескаются пополам и отламываются видите растение может погибнуть при слишком заглубленной посадке в тяжелой почве либо при отсутствии поверхностного слоя дренажа обязательно необходимо удалять поврежденные или загнившие листья вот эльвира опять тебе привет видите растение может погибнуть при слишком заглубленной посадки в тяжелой почве либо при отсутствии поверхностного слоя но скорее всего у эльвиры не тяжелый слой земли поэтому она решила заглубить вот очень интересно очень интересно конечно узнать эльвира как твоя фенестрария поживает полезное полезное свойство прочерк стоит нет у нее полезных свойств а вот по поводу токсичности пишут по некоторым по некоторым данным фенестрария может быть это вида для домашних животных ну вот так вот и давайте вот в конце это уже конец я от себя еще добавлю вот касательно вот этих вот трубочек касательно трубочек почему они могут вытягиваться если вот такие в трубочка больше пяти сантиметров мы померили какая может быть причина но первая причина это вы переливаете растения вторая причина мало света и третья причина третья причина какая третья причина самая основная боже мой да нету наверное третья причина вот наверное две этих причины я хотела наверно больше акцентировать внимание почему фенестрарии может быть вялая трубочка да вот вялая трубочка и она не держится вот таким вот столбиком солдатиком ровненько не стоит а заваливается и такая вот ослабленная морщинистая вялая вот у этой такой тургор хороший значит вот про вот это да я хотела сказать вот такой вот признак казалось бы вялости вот хочет попить воды потому что в принципе когда пенестрария уже хочет пить она сможет потерять тургор иначе начать морщиниться тогда мы ее поливаем но также вот такая вот такие маркеры с очень похожи той причиной что вы перелили и растение начало загнивать скорее всего уже загнил корень и растение поэтому таким выглядеть пиалым и трубочки не держатся они заваливаются фенестрарио очень редко нужно поливать вот в статье пишут раз в неделю поливать да есть такие периоды когда вообще ее поливать не надо уже там в конце осени и зимой и вообще поливать не надо принять если нет резкой необходимости вот но в остальное время ее пишут что надо поливать раз в неделю я на самом деле свою фенестрарио поливаю и того реже в месяц я ее могу полить на на раза два наверно раза два ей отлично и хорошо при этом у нее такие вот видите столбики солдатики она очень тоже устойчиво к засухе поэтому если вы чаще поливаете и трубочки у вас вялые и вам кажется что ой наверно хочет опять ну полили допустим до прошло неделя прошла неделя полторы опять же зависит от грунта грунт допустим вас такой тяжелый более влаговая влаговпитывающей и грунт не успел просохнуть а прошла вроде бы неделя вы взяли полили ее а там еще влаги достаточно много в горшке вы дали еще порцию понятное дело что она не справляется с таким количеством воды она начинает потихонечку того вам кажется ой наверно мало полил надо еще раз палить ну и в итоге она просто сомневает и и и пропадает вот такая вот у нас история я видите подобрала такую вот информацию как на мой взгляд самую такую необходимую и полезную разобрали вдоль и поперек я надеюсь что все понятно если какие-то вопросы возникают не снять и спрашивать и задавать и я буду на них по возможности отвечать если бы не приобрели еще такую красотку приобретайте она очень классно гармонично смотрится с литопсами вот такой прям ансамбль смотрите еще раз ее показываю боже мой когда нас цветет я буду рада пожалуйста зацвети красотка я поделюсь твоим цветением со своими друзьями по youtube хорошего всем дня я желаю пока пока